Иисус Христа Слава нашему Господу Богу Спасителю Осталось два вечера Сегодняшний, я говорил уже и завтрашний вечер Завтра пять часов, как вот и в ту субботу Да, друзья, и спасибо за ваши молитвы Спасибо за благословение Я очень рад, что мы одно и мы вместе молимся друг за друга Слава Богу, я тоже за вас молюсь, благословляю вас И не только за тех, кто приходит в эти вечера сюда Здесь в этом храме, в церкви Любовь Христова Но и за тех, кто потом будет смотреть эти записи Или уже смотрит И... Потому что часть уже материалов уже в сети есть И люди смотрят Вопросы пишут мне в сети Слава Богу Я не имею возможности пока, к сожалению, так вот Подробно отвечать людям Особенно в интернете, очень много писем приходит Но я по возможности буду стараться Хотя бы вот на какие-то такие главные вопросы Все-таки отвечать И... Особенно, конечно, прошу Бога о том, чтобы Здесь, в вашем городе В Николаеве и в Николаевской области Чтобы Бог поднял православных реформаторов Обновленцев Православных священников нового поколения Которые будут на самом деле нести Евангелие Иисуса Христа Евангелие Господне И не только в Николаеве Не только в области вашей Но и по всей Украине Мы нуждаемся сегодня в этом Слава Иисусу Потому как есть большая нужда Миллионы людей нуждаются сегодня в Слове Божьем В спасении Через веру в Иисуса Христа И есть огромные слои населения Которые иначе никак не достать Евангелием Как через именно православную церковь Очень много людей Да, друзья мои И о чем бы хотелось бы поделиться с вами Сегодня и завтра Я буду говорить об истории церкви Уже более такой новой истории Но тоже буду вспоминать и историю древнюю Я остановился на том, что говорил Отвечая на вопрос Как бы Но получается говорил О том, что есть две модели христианства Да Церковь как невеста И церковь как блудница И между ними принципиальная разница И хотя внешне не могут быть похожи И то христианство и то христианство Как и в Ветхом Завете Как и в те далекие времена Когда к Израилю Бог посылал своих пророков В те дни, когда Израиль сохранял верность Богу Израиль назывался тогда Богом Возлюбленный Своей женою Но когда нарушал эту верность Богу И Израиль начинал молиться Другим богам Начинал поклоняться Каким-то истуканам Идолам Начинал перенимать традиции народов Среди которых находился Израиль Божий То в эти дни Бог посылал порой тех же самых пророков И обличал свой народ Называя неверную женой Называя блудницей И поэтому многобожие И идолоподонства Они на самом деле Сравнимы Богом Именно с супружеской неверностью Ведь если Человек Он рожден Богом Для Бога Он рожден Верующий человек И мы должны помнить слова Господа Иисуса Он сказал У Матфея записано 4 глава 10 стих Ответ дьяволу И Иисуса Христа Очень твердый И убедительный ответ сатане Он сказал так Господу Богу твоему поклоняйся И ему одному служи Достойный ответ Знаете ли И к христианину К верующему Тоже сатана подходит И предлагают Искушая его Обратиться Кому-то еще Помимо Бога Но наш ответ Достойный Никому не поклоняться Другому И не служить Никому другому Кроме Бога Это кредо Это символ веры Исповедание веры Подлинно верующего Человека Настоящего верующего Человека И друзья мои В истории Христианской церкви Я уже рассказывал И в той неделе И в эти дни Рассказывал о том Как постепенно Змей Лукавый Сатана Хитростью Знаете ли Обольщал Как его Нашу праматерь Так он обольщал И церковь Церковь Христова К сожалению Попала в зависимость Помните ли Я говорил о цезарепопизме В зависимость От государства В зависимость От мамоны От гордости И через эту В зависимость От государства В церковь Проникать стали Антибиблейские учения И первое С чего начал Дьявол обольщать Христиан Еще в начале Пятого столетия Если вы помните С третьего Начиная Вселенского собора Это искушение Опять таки Многобожиим Нет ничего Нового по солнцам Все То же самое Как и к Израилю Подходил Лукавый Так и к церкви Новозаветной Лукавый подошел Предлагая Помолиться Кому-то еще Помимо Господа И Дьявол Не конечно Не убирал Сразу Иисуса И церкви Нет Не отрицали Отцы Вот Обольскители Тогдашние Африканские Допустим Иисуса Христа Его жертву Но они говорили Помимо Иисуса Христа Надо еще Предложить вам Христиане Помолиться Допустим Его матери Марии И так же Другим Допустим 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 Помимо Иисуса Христа То есть Это не будет Плохо Это будет еще лучше Как бы Чем то что вы знали Раньше Христиане И к сожалению Вот эта ересь Она Мало по малу Стала травить Христианскую Церковь И Цезарь Папизм Интересно Само почитание Императора Как божества Что ли Получается Как бога Вот Оно было характерно Для древнего Рима Вот На слайд шоу Есть у меня Некоторые Вещи Но я их не буду показывать Их очень много Этих слайдов 950 слайдов Почти тысяча слайдов Рассчитано на 4 недели Занятий В библейском Колледже Допустим Чтобы каждый день Заниматься нам 5-6 часов Так усиленно Целенаправленно Поэтому Для тех Кто интересуется Этой темой Пожалуйста Я могу эти слайды Все сбросить И вы сможете Посмотреть у себя На компьютерах И сделать Какие-то выводы Определенные И Помните ли Когда Бог Говорил Ангелу Пергамской церкви Он сказал Что там у тебя Живет сатана Престол сатаны Помните да Вторая глава Откровения 19-19 стихи Написано Откровение 2-12 Ангелу Пергамской церкви Напиши Так говорит Имеющий Острый С обеих сторон Меч Знаю твои дела И что ты Живешь там Где престол сатаны И что Содержишь имя мое И не отрекся От веры моей Даже в те дни В которые у вас Где живет сатана Умершлен верный Свидетель мой Антипа Вот такие Грозные слова Что же это за место Где живет сатана Дело в том Что Пергам Когда археологи Раскофали Пергам Когда археологи Нашли Вот это место Нашли Эти престолы Эти жертвенники Они уж ослугались На самом деле Библия Очень правдиво Все писала В те времена Действительно Это место Было культовым Местом Пергам В Малой Азии Нынешней Турции И В Пергаме Было Среди прочих Жертвенников Многих Был Так называемый Знаменитый Пергамский алтарь Мы его изучали Еще по истории искусств Я помню В училище Даже у нас была тема Такая художественная Пергамский алтарь Как шедевр Эпохи позднего Эллинизма Ужасная сцена Насилия Которыми был Как бы Украшен этот алтарь Это место Описывалось так Искусствоведами советскими Что это Как бы Предзнаменованием Погибели Насчет культуры Эллинизма Потому что Варвары Делали нашествие И по этому художники Как бы Вот Ожидая уничтожения Уже Всего того На чем Работали В чем они жили Причувствовав все это Они составляли Такие ужасные Композиции Знаменитый Ла Каон Сыновьями Обмотанный Змеями Это была очень Так Излюбленная тема Когда И много других Ужасных сцен Насилия В общем-то Пергамский алтарь Был полностью Ну как бы Сценами ужаса Был украшен Ничего доброго Абсолютно Все насилие Убийство Ну как бы И Но Советские Искусствоведы Не договаривали Дело в том Что Они В советское время Отрицали Бога И соответственно Отрицали дьявола И Само Поклонение Сатане Считалось В СССР Это Ну как бы Это тоже Мракобесие Религиозно Наравне с Поклонением Бога То есть Все это В одну кучу Сравнивалось Сваривалось Искусствоведы Советские Пытались Объяснить Рационально Материалистически Вот то Что они Видели Значит Но Мы знаем Что есть Бог И есть Дьявол И к сожалению Мы знаем Что Пергам Был Посвящен Дьяволу Там Сатана На самом деле Имелся Престол Это Была Не просто Метафора Знаете ли Там был Действительно Один из Центров Мирового Поклонения Дьяволу Но там Был главный Центр Тогда Вообще В мире На планете И Один из Ведущих Храмов Этого Места Пергама Там Были Христиане Там Были Христианские Мученики За веру В Иисуса Но Факт Остается Фактом Что Город Был Под страшно Проклятием Он Впоследствии Был разрушен И Настолько О нем Забыли Во времена Подболи Поздних Что Даже Само Существование Пергама Ставили Под сомнением Ученые Историки Долгое Время Пока Немецкие Археологи Не раскопали Пергам Не нашли Его На самом деле Что Это Город Не мифический Что Библия Правильно Говорит Что Был такой Город И Он Был Наполнен Этими Жертвенниками И Храмами Ужасными Храмами Главный Алтарь Как Считается Был Посвящен Живому Богу Якобы Что Это Был За Живой Бог Это Был Как Считалось Император Божество Императора Которому Как Божеству Поклонялись В то Время Скажете Ужас Но это Бред Не может Быть Такого Да К сожалению Люди Настолько Нископали В то Время Духовно Что Обожествляли Своего Императора Как При жизни Уже Божество Не просто Как В прежние Столетия Допустим Когда Считали Их Правители Допустим Греки Имени Детьми Богов Но Действительно Считали При жизни Живым Богом Особенно Это Вульгарно Наблюдается После Некоего Домициана Императора Римского Который Заставлял Себе Всех Придворных Всех Как Богу Поклониться Реально Как Божеству Это Было Безумие Скажете Да Может Это Было И безумие Этого Человека Но После Смерти Домициана Эту Идею Сохраняли Другие Императоры Казалось бы Более Трезвомыслящие Но Они Также Требовали Себе Поклонения Как Именно Божеству И Бергамский Алтарь Кстати Когда Его Раскопали Ученые Немцы Они Опередили В этом Других Исследователей И Немецкие Археологи Доставили Все это В Берлин Доставили Все это Значит Нет Ну Это Позже Было В Берлине Вообще Это Германию Германию Собственно Храм И Жертвенник Центральный Престол Сатаны Был Доставлен В Германию И так Продолжалось В общем-то Это было Перед Первой Мировой Войной Некоторые Христианские Проповедники Допустим Даже Очень Серьезно Духовно Как бы Ставят В прямую Зависимость Именно Как раз Появление Алтаря Обнаружение Алтаря Сатаны И доставки Его в Германию Именно Вдруг Со всплеском Межнациональных Конфликтов Приведших К войне Первой Мировой Войне Дело в том Что Хотите Верзий Хотите Нет Но Во время Первой Мировой Войны Погибло Столько Же людей Сколько За всю Историю Человечества Сколько Их Вели Войны Начиная С Каина Убившего Своего Брата Абеля Во время Первой Этим Странным Можно сравнить Даже Но Только Вдумайтесь Именно Именно Тогда Ну Как бы Если это Совпадение То это Очень Как бы Такое Ну Страшное Совпадение Именно Когда Нашли Алтарь Сатаны И доставили Его В Германию Именно Начавшаяся Война После Вскоре После Этого Она Поразила Так или Иначе Весь Мир Она Была Названа Поэтому Мировой Войной В отличие От всех Остальных Войн Дело В том Что Этому Престолу Стали Именно Культурно Воздавать Почести Определенные Поклонения Немцы Считали Это Своей Святыней Гитлер Был Ярким Фанатиком Именно Этого Пергамского Алтаря Даже Знаменитый Гитлер Плац Этот Огромный Огромный Оль Такое Как бы Сказать Это То место Где Маршировали Ну Все мы Видели Кадры Старые Немецкие Хроники Да Где Допустим Верхушка Рейха Стоит На Трибунах И Тысячи И тысячи Людей Марширует С фахелами Или Днем Вот это Все Гитлер Плац И Я был На этом месте И Не только По фотографиям Делаю выводы Но и лично Был там Проповедовал Мы даже Служение Сделали Прямо там На Гитлер Плац Там сейчас Большая Для траков Парковка Такая Огромная Место Огромное На самом деле Оно занимается Сейчас Этими машинами Дальнобойщики Будем Народить Фура Огромные Стоят И Все пространство Заставлено Фактически Так вот И Но на трибунах Там Время от времени Собираются Христиане На молитву И вот Мы там тоже Проводили молитвенное Собрание Прямо на той трибуне Где Гитлер стоял Там его Вся клика стояла Мы там проводили Молитвенное собрание Время преломления И Молитву За пробуждение В Германии И Так вот И на самом деле В реальной жизни Это сооружение Оно такое и есть Будем так говорить Потому что Оно было построено Гитлером По Плану Ну такой же план В принципе Как и Пергамский Алтарь Сатаны Сам алтарь Сегодня хранится В Берлине В Пергамом музее В этом музее Бывал Музей Пергама И Востока И там Очень много Интересного Конечно Есть Там и врата Вот эти вот Вавилонские Вратами адовыми Которые были названы Украшенные бесами Всевозможными Идолами Там же И содержится Находится Вот этот Пергамский алтарь Сатаны И скажу Что Место зловещие На самом деле Даже по этим Ну можно сделать Если у вас Дома интернет Вы можете зайти В Бергамом музей Вести И даже Вартуальную прогулку По этому музею Сделать Там очень красиво Конечно Зрелищно Но Если мы знаем Что это То конечно Немного жутковато Потому что Мы понимаем Что там Приносились Бесам Конкретные Диаволу Жертвы Сам престол Сатаны Он исчез В 45 году Когда Красная армия В Дрезден Вашлан Там хранился Этот престол Собственно Он исчез Исчез Как считаете Бесследно Последнее Что ученые Могли найти Сейчас располагаю Чем исследователи Это расписка Офицера НКВД О погрузке Этого Престола Вагон Специальный И для отправки В Москву Без остановок Значит То есть Дошел ли он До Москвы Или же Был отправлен Дальше Мы не знаем До сих пор То есть Как бы Нет Материалов Подтверждающих Есть лишь слухи Поэтому Неизвестно Одни говорят Что он Сохраняется В Москве Другие говорят Что он в Сибири Спрятан Был тогда же Сталином Есть много Разных версий Но значит По крайней мере До сих пор И официальные Власти Российские Не рассекретили Эту информацию Где же находится Престол Сатаны Он исчез Последняя расписка Я говорю Это в Дрездене Расписка Офицера НКВД Потом Но Хотя Оригинал Престола Самого Он исчез Как считается Бесследно Начиная с 1945 года Но Его копия Увеличенная Она Содержится У всех на виду В центре Москвы На Красной площади Значит Мавзолей Ленина Знаменитый Сооружение Это его Увеличенная копия Еще до Второй мировой войны Когда Мавзолей Ленин Был построен Уже каменный Основательный Изначально Он был делеганный Временный Кто из вас Помнит По истории Читал Может быть Интересовался Потом Там была Аказия Прорвало Канализацию И По всей Москве Вонище И когда Патриарху Тихону Рассказали Эту историю Он говорит Ну что ж По мощам И елей Говорит Коммунисты Очень злились Конечно На все это Потому что Слухи по Москве Пошли Что вот так Вот так Что вот мощи Выставили И вот какой Елей пошел По всей Москве Вонь такая Несусветная Так вот Коммунисты Были вынуждены Отремонтировать Старую Докуммунизацию И Было решено Сделать Уже капитальный Мавзолей Основательный Уже Каменный И Одному из ведущих Масонов Того периода Времени И сатанисту Высокого посвящения Академику Ищусеву Архитектору Было посвящено Было доверено Руководством Компартии Тогда Осуществить Эту Интересную Такую Как бы Мысль Престол сатаны Просто его Увеличить И Поставить Прямо в центре Москвы В общем-то Дело было сделано И поэтому Как бы Вот Вы видите В принципе Если посмотреть На мавзоле Ленина Это то же самое Что престол сатаны Как увеличенная копия Оригинал его исчез Значит По всей вероятности Может быть Путин Или Ледведев Знают где он хранится Потому что В руководстве Косыгин По крайней мере Однажды Проболтался Есть такая Информация Что Брежнев И его окружение Ближайшее Знали Где это Но Они упрямо молчали И даже Косыгину Не сказали На что он Син обиделся Как бы В свое время Он глава Советского правительства То есть Официально Глава государства Но его не посвятили В курс Этих тайн Которые передавались Только лишь Вот как бы Особым Ну как бы Приближенным людям По всей вероятности Сегодня тайну Это знают Руководители Кремля Но скрывают От населения Но даже если они Не оглашают Где настоящий Пресловство Находится То по крайней мере Его копия Она стоит Прямо у всех На виду И Туда Туда Куда Во время Этих Оккультных Собраний Поднимались Жвецы Для совершения Приношения Потом Заходили Члены Политбюро Глава государства Советского И Люди Маршировали Демонстрации Устраивая В центре Москвы На Красной площади Отдавая честь Поклонение Этому престолу Это как бы Один из Одно из Интересных Таких тайн Есть оккультная История Фашизма Есть еще более Интересная тема Даже на мой взгляд Оккультная история Коммунизма О ней Очень мало Кто как бы Говорит Людям Внизах Людям Простым Рабочим Колхозникам Говорили Что Бога нет Говорили Что якобы Бога вообще Не существовало И людям Внушали мысль Упрямо Тупо Что якобы От обезьян Подошли Люди Хотя Люди Грамотные Конечно Понимали Что все это Бред Что и Бог Есть Но Как говорил Тоже самый Косыгин В воспоминаниях Одного из Академиков Член Академии Наук СССР Уже будучи В эмиграции В США Издал книгу Один из Академиков Тогдашних Советских Так вот Он эмигрировал Еще До перестройки Будем так Говорить Был Невозвращенцем Из Тех Академиков Которые С делегацией Выехали Из СССР Для Международной конференции И были Невозвращенцем Так называем То есть Те которые Сказали Что мы не вернемся И попросили Убежище И вот Один из Академиков Он атеист Коммунист Но уже в Америке Он стал христианином Баптийской церкви Верующим Насколько я знаю Потом даже служил в церкви Баптийской Славянской В его мемуарах В своих мемуарах Он написал интересную вещь Я прочитал Я был Ну Очень сильно удивлен Опять-таки Об этом Господине Товарищей Косыгине Косыгин Выступая Перед Собравшимися Членами Академии Наук СССР Тогда В 70-е годы Вдруг Сказал Такую фразу Что Мы должны бороться С Богом Мы должны идти Против Бога И он говорил Это несколько раз Тогда Один из академиков Попросил Слово И вопрос Задать Попросил И сказал Бесподин Или как Товарищ Косыгин Они говорили Товарищ Так вот Простите Но Бога нет Вы говорите Нужно бороться С Богом Но Бога нет Поэтому Извините Но вы наверное Оговариваетесь На что Косыгин Очень быстро Отреагировал И сказал А кто ему сказал Что Бога нет Кто ему это сказал Бог есть Но мы должны Бороться с Ним И в общем-то Потом Кстати Интересно Этот академик Невозвращенец Он Именно После этого Эпизода Как бы С атеизмом Стал прощаться Постепенно Потому что Он задумался Если эти люди Наверху Что-то скрывают От простых людей От простых рабочих Охозников Даже простых ученых У них есть Какая-то тайна Они знают Что Бог есть Бог существует То какой же он Бог этот И потом он стал Интересоваться Библией Но пока он Не оказался Уже За пределами Советского Союза Он не Не обращался К Богу С покаянием Не принимал Покаяния В церкви Но для него Как для академика Это было Может даже И невозможно Тогда Так вот Друзья Слава Богу Не товарищи Господа Не Хотя и Товарищи Это хорошее слово Это просто Коммунисты Выиспохабили Это само Все хорошее слово Значит Но Просто уже Такие ассоциации Возникают У меня Как у антикоммуниста Скажу Это Ну Очень нездоровую ассоциацию Возникает Сразу Но Дело в том Что Друзья Интересная вещь Именно через Цезарь Папизм Через подчиненность Церкви Государству Пришли Многие ереси И В 20 Стоветии Через Гитлеризм Сталинизм Дьявол Производил На мой взгляд Такую генеральную Репетицию Царства Антихриста Царства Сатаны Последних дней И Удивительно И Гитлер И Сталин Это по сути Выходцы Из христианства Отступники Можно так сказать Сталин Он Открытый Отступник От христианства Гитлер Он такой Тайный Отступник От христианства Потому что Публично Он не отрекался От христианства Наоборот Он До последнего Своего вздоха Как бы Смерти своей Он оставался Формально Христианином И даже неформально Он даже Был Практикующим Христианином То есть Регулярно Исповедуясь Притещаясь Там прочее И даже Обязав Допустим Многие Спецслужбы И службы Третьего рейха Не принимать На работу Не христиан Только лишь Христианство Вероисповедание Допустим Во многие Подразделения СС СА СД И Всевозможные Службы Службы Судей Прокуроров Только лишь Христианин То есть Если он не атеистом То есть Дорога закрыта Вообще была Для него Однозначно И если он Не христианского Вероисповедания Допустим Допустим Мусульманин Или буддистом То однозначно Карьера Сразу пресекается Прямо на корню И на уровне Будем так говорить Земли И на уровне Всей Германии Третьего рейха Это было Как бы политикой Однозначной Так вот Поэтому Есть нам Над чем задуматься Сегодня Я помню На той неделе Вспоминал Одного Удивительного Человека Немецкого Прокурсника Бернхарда Ликтенберга Это священник Католической Германии В Берлине В церкви Святой Едвиги Был настоятелем Этот священник Отказался Принимать Социальный Дермянизм Отказался Принимать Фашизм Как именно Идеологию Христианскую Отказался Делить свою Паству На христиан Арийцев И неарийцев И он Сделал Публично Это Открыто В его храме Все желающие Прочищались И арийцы И неарийцы Вместе На одной службе Что по закону Того времени Было Уже Ну как бы Беззаконник Считалось И Больше того На службе У себя в храме Он молился регулярно За всех Гонимых Евреев И гонимых Христиан Неарийцев Это было Очень Ну как бы Это было вызовом Прямо в Берлине Это все Возносилось В храме Об этом доносили Конечно Слухи распространялись Очень разные В конце концов Бернхарда Его Я говорил уже На прошлых занятиях Его арестовали Его судили Как преступника Против Германии И Его судили Как церковного Преступника И как Преступника Уже Такого Уголовного Осудили Как и миллиона Других немцев На уничтожение В Кностагере В Дахау И В общем-то Мы мало знаем Эту историю Я в Германии Просто часто Бывал одно время И преподавал Каждый год Там значит И Узнавал немного Другую историю Которую я раньше Не знал Не имея информации Но на самом деле Очень много На самом деле Немцев Не принимали Фашизм Не принимали Национал-социализм И за это Они платили Страшную цену Репрессии Убийства Значит Как у нас КГБ РКВД Тогда Там Гестапо Орудовало И В общем-то Производила Страшную работу И Я скажу Что Я верю В восхищение Церкви Я верю В то Что Господь Будет восхищать Свою церковь Ну это Забегая вперед Скажу Это доктрина Которая основывается На слове Божьем И поэтому Я в нее верю Потому как При глазе Архангела При трубе Божьей Я знаю Что Мертвый воскресен Прежде Во Христе Умершие Боги Умершие И мы будем Восхищены В встретении Господа На воздухе Верующие И Верующие Любящие Господа Иисуса Христа Потому что Кто не любит Господа Иисуса Христа У того Большая проблема Он находится Под анафемой Еще Под проклятием И даже Независимо Это христианин Не христианин Не важно Вопрос Любящие ли Иисуса Христа И любящие Они вознесутся Давид Вилкерсон Об этом Очень четко Говорил, кстати, пророк Недавно Ушедший Вечность Так вот И скажу Что Но тем Я понимаю Что тем многим Кому придется Остаться Не то чтобы Нелюбящим Совсем Верующим Христианам Но Некоторым Будет Должно Остаться Остаться После восхищения Время будет Очень тяжелое Очень суровое Я хочу В этом семинаре Подготовить Тех из вас Кому Будет суждено Остаться Хотя Моя мечта Конечно Чтобы мы все Вознеслись Дай Бог Чтобы в этом зале Присутствующие Ну Или же все Или же почти все Чтобы в средине Господа Вознеслись Я верю В ближайшее Возвращение Христа Хотя Я не ставлю Дня и часа И года Не ставлю Его прихода Потому что Это не в нашей власти Это только Во власти Бога Всемогущего Но я Как христианин Имею полное право Ожидать его В свое время В моем поколении Как ожидали И многие другие Христиане Прошлых поколений И они имели На это полное право Абсолютное право Сегодня я имею На это еще больше права Почему? Потому что я вижу Из Библии Что фактически Все что Говорилось О пришествии Христа Уже исполнено Является После 1948 Года Образование Государства Израиля Возрождение Еврейского государства Еще Дерек Принц И многие другие Отцы 20-го столетия Утверждали Что человечество Вышло с того времени На финишную Свою прямую Сколько она продлится Мы не знаем Но время По-любому Коротко Допустим Россия Первая страна В мире Которая приняла Еще несколько лет назад Закон О обязательной Всеобщей Чипизации Населения Ни одна страна Мира Еще не приняла Такой закон В Новой Зеландии Была пробная Такая попытка Но не на уровне Закона Но на уровне Вот Всевозможных Служб Чипизацию Производить Но Россия Первая страна В мире Президентом Был Путин Еще тогда Еще до Медведева Сейчас он Снова Пришел Президент И до 2025 года Каждый Гражданин Российской Федерации Обязан Иметь Вживленные В себя Чипы Это Один из Сценариев Царства Антихриста До 2025 года Это будет Добровольно Но кроме Допустим Лиц Находящихся В заключениях Допустим Или же В воинских частях В подразделениях Или же Допустим На спецслужбах Допустим Во многие банки Москвы Вы не можете устроиться Если у вас не будет Чипа Вживленного Значит Это одно из условий Поступления На работу Служба охраны В Москве Допустим Многие давно уже Уже несколько лет Практикуют Что без чипа Вас не примут на работу Какими бы вы ни были Специалистами В своей сфере И после 25 года Значит У всех Граждан России Выбора не будет Вообще То есть Каждый гражданин Будет обязан Там не говорится Как Но мы знаем Как Это будет насилие Это будут облавы Это будут аресты Это будут обыски И Возможно Сценарий будет Гораздо быстрее Все это проходить Поэтому Возвращение Христа Я ожидаю Уже Как говорится Со дня на день И Но эти семинары По истории церкви Они помогают Христианам И помогут Особенно христианам Оставленным Которые останутся Сделать правильный выбор Потому что Смотря на то Что было раньше В истории церкви Мы лучше видим То что сейчас происходит И то что будет завтра История христианства Уникальная тема Очень Ни с чем Несравнимая тема Потому что В отличие от светских историков Мы с вами верующие Можем знать Не только то что было Но и то что будет Это великое преимущество Великое благо Мы знаем Хотя не в деталях Но знаем что будет И знаем что будет Даже после того Когда не будет Времени вообще Когда же время исчезнет Представляете У нас великое преимущество Есть в этом отношении Слава Богу Да друзья И конечно Есть порочества библейские Которые должны исполниться Порочества страшные Мне как российскому гражданину Это тоже И для кого Россия является Первой моей родиной Для меня это конечно И как украинскому епископу Для меня это конечно Тоже очень сложно было принять Даже Принять порочества Которые говорится Еще в древности Было сказано О земле Роша Машеха и Фувала И в общем-то Как историк Рассматривая эту тему Я с ужасом Обнаружил Что это говорится О моей родине И лучше Горькая правда Чем сладкая ложь Мне Я последний Буду чаще проповедовать В России Почему Последних 7 лет В Украине не так часто Большинство времени в России Почему Хотя я украинский епископ Но тружусь больше в России Почему Потому что Мне очень хочется Чтобы как можно больше Моих соотечественников Сегодня Познала Христа В это последнее время И чтобы как можно меньше Из них стало Пушечное мясо Антихриста Я знаю Чем закончится Это Безумие Войны с Израилем Я знаю Чем закончится Это безумие Войны Последнего времени Потому что Бог даст Какое-то особое Сверхъестественное оружие Израилю Либо сам Вмешается Ангел Вмешаются его Но будет Просто-напросто Бойня Большая бойня Об этом Это все Описывается Библией Кстати В этом Последнем Фильме По книге Джона Хейги Иерусалим Обратный Отчет Там очень Это все Показано Очень интересно Вот эти Экранизации Романа Джона Хейги Баптистского Пастора Из Техаса Один из На мой взгляд Лучших учителей О последних временах Джон Хейги На русском Очень мало Материалов К сожалению Но даже Если вы Плохо знаете Хотя бы Чуть-чуть Английский Вы свободно Фильм посмотрите И поймете Потому что Он все основан На библейских Эпизодах И Даже слабо Английский Позволяет иметь Правильную Общую картину Такую Последнего времени При малом бюджете Столько эффектов Что даже Голливудские режиссеры Снимали шляпу В почтении Потому что Снять Такого Такого плана Фильм Было В одиннадцатом В прошлом году Было просто Ну чудом Скажу так Большим чудом Слава Богу И Фильм называется Иерусалим Обратный отчет Поинтересуйте в сети И Друзья мои Ну А в временах Последних Завтра еще Кое-что Расскажу Ну Возвращаясь Вот именно В ту тему Что через Цезарь и Папизм Пришли многие Ложевучения И именно через Цезарь и Папизм В двадцатом Столетии Через Сталинизм И гитлеризм Дьявол Как бы Он Делал такие Репетиции Генеральные репетиции Царства Антихриста Потому как Дьявол Он не сможет Рулить Здраво Он не сможет Править Этим миром Правильно Потому что Он есть Человек-убийца От начала У него нет Стратегии Жизни дать И жизни с избытком У него лишь Стратегия Убить человечество Только лишь Царство Христа Только лишь Царство Бога Даст действительно Жизнь и жизнь С избытком Человечеству Но не Царство Антихриста И Есть Очень Интересные Такие Исторические Факты Я хочу Об этом Рассказать Сегодня О малоизвестной Истории Церкви Я бы рекомендую Для домашнего Чтения Некоторые Книги Я бы познакомился С одним Украинским Историком Наших дней И очень Интересным Человеком Пастором Пятидесятинической Церкви Владимиром Франчуком Из Мариуполя Владимир Франчук Если Книги Эти ваши Если его книги Попадутся вам В руки Поинтересуйтесь Пожалуйста Книги называются Несколько томов Книги называются Просила Россия Дождя У Господа Называется Это очень Удивительная Работа Владимир Франчук Он Имел Разрешение На самом Высоком Уровне От президента Украины Работать В архивах Царской Охранки КГБ СССР И в общем-то Очень много Интересных Материалов Было им Опубликовано Впервые Вообще Чуть ли не Больше Половины Всех Материалов Это то Что именно Эксклюзив Просто-напросто В основном Документы С грифом Секретные И совершенно Секретные История Удивительная Конечно Я считаю Это герой Просто нашего Времени Который Очень много Открыл Для христиан Последнего Времени Нашей Истории С вами И Для меня Как для Бывшего Традиционного Православного Даже было Вызовом Где-то Все это Представьте Допустим 50-ти движения Массовое движение Духа Святого Крещение Духом Святым Сознаванием На иных языках Я полагал Как и тысячи Моих коллег Православных Священников Разных Полагал Что это Пришло Изначально Движение Было в Америке Многие из вас Знают Азуза Стрит Сто лет Назад Вот это Пробуждение На Азуза Стрит Потом От западного До восточного Побережья Америки Движение Духа Святого Миллионы людей Крещены были Духом Святым В несколько лет Буквально Это было Мощным движением А потом Это движение Перебросилось Через океан В Европу В Европе Начиналось движение И Интересно Во-первых Не только в США Было Пробуждено Азуза Стрит В начале 20-го столетия Но также И в Европе Тоже было движение Такое Нечто подобное Но оно было Задавлено Оказывается В Германии Интересно Совпадение Опять-таки Германия В Германии Если вы Карпе Германии Представляете себе Выберите центр И поставьте Удалый палец Вы попадете В город Кассель Это самый центр Германии Как ни крути Это все Кассель Так вот И в Касселе В самом центре Германии Буквально Как в библейские Времена Человек 120 А именно 119 человек Немцев Жаждущих Духа Святого Это были Баптистские Евангелистские Верующие Это были Лютеранские Некоторые христиане Которые собирались вместе В одном молитвенном помещении Христиане Жаждущие Переживания Духа Святого Они не знали еще Не было еще Интернета И они не знали Допустим Что Дух Святой Уже зашел там На Азузастрит Черным братьям Ревновавшим О Духе Святом Чернокожие Те христиане Которые снимали Помещение Азузастрит Сейчас это в центре города Тогда это была Окраина Вот так город Разросся Так вот Тогда это были Конюшни Тогда это были Было далеко За чертой города Даже Там где фермы Были еще Так вот И Так там Чернокожие христиане Крестились Духом Святым И оказалось Что немцы Вот эти Касовские верующие Они Также пережили Духа Святого Они стали молиться На иных языках Как Дух Давал им провещевать Сегодня О Касовском пробуждении Мало кто знает Оно не имело развития К сожалению То есть Эти верующие К ним Крепнули Некоторые еще христиане Но не только В Касселе Но и по всей Германии Разразился скандал Дело в том Что Лидеры Церквей Евангельской церкви Католической То есть Протестантской церкви Разной Разной Динаминации Лидеры Христианства Германии Заявили протест Сказали Что это не наше Это не может быть И вообще Это никакая Не новая Пятидесятница У нас есть Одна была Пятидесятница Уже Деветысячи лет назад И хватит нам Этих Пятидесят Все уже Новое Не надо нам И Написали письмо Вскоре После Вот этого Начала Пробуждения В девятом году Если не ошибаюсь В 1909 Немецкие Епископы Написали Наше письмо Берлинскую Декларацию Знаменитую В Берлине Собравшись Епископы Старшие Лидеры Христианства Германии Написали письмо На самом Высоком Политическом Уровне Тогда И на самом Высоком Религиозном Уровне Эти служители Христианские И лидеры Политические Хулили Духа Святого Называя То что Протошло В Касселе И в США Явлением Антихриста Явлением Сатаны И прочее То есть На Духа Святого Говорили Что это Якобы Действие Дьявола И заявили На самом Высоком Уровне Политическом И религиозном Тогда В Берлине В 9 До 1909 Что На территории Германии Не допустим Мы Как политики И как Именно Религиозные Вожди Не допустим Подобного Явления И участники Кассельского Пробуждения По сути Затухли Их вынуждали Подкинуть Пределы Германии Оставить Вообще Идею Молиться В Германии В самой Потому что В Германии Это стало Уголовным Преступлением Подобно Молитва Дух Святой В Европе Находил Очаги Свои Но кроме Германии Германия Оказалась Закрыта Неким Таким Духовным Железным Занавесом Интересно Западение Через Некоторые Годы Участники Кассельского Извиняюсь Кассельского Берлинской Декларации 9 Года Собирались В очередной Раз На конференцию Подписав Признав Национал Социализм Фашизм И социальный Дарвинизм Христианскими Идеологиями Представляете Это не просто Совпадение Если для Духа Святого Закрываемся И притом Хулим Духа То мы открываемся Для других Духов Для иного Духа Для духов Обольствителей И как не обольщение Это было Примерно Треть Германских Протестантских Пастырей Признала Национал Социализм Фашизм Христианской Идеологии Примерно Одна треть Две трети Протестантских Пастырей К чести Своей Конечно Не признали Это христианством За что Поплатились Чаще всего Своей жизнью Тысячи Пастырей Были репрессированы В концлагерях Фашистской Германии Погибли Это лидеры Такого Идеологического Сопротивления Фашизму Без автоматов Но С идеей Противоставляя Именно идею Христианства Христа Именно Самого Живого Бога Против Вот этого Фашизма Против Фашистского Христианства Но Примерно Треть Пастырей Германии Протестантских Подписали Вот это Соглашение И Во главе Этой Продажной Отступнической Системы Протестантизма Развращенного Такого Протестантизма Фашистского Был поставлен Старший Епископ Рейхс Епископ Его Людвиг Миллер Он Поставлял Эту Структуру Протестанты За фашизм Протестанты Фашистского Толка Они Убеждали Что То что делает Фюрер То что делает Сегодня Германия Это христианство Настоящее Это христианство Кстати сам Адоль Гитлер писал В предисловии К Майнхав Что То что По отношению к евреям Я не делаю ничего Из того Он писал Чего бы не делала Христианская церковь По отношению к евреям На протяжении Последних Полутора тысяч лет И Гебельс Министр Пропаганды Третьего рейха Главный идеолог Как бы На тебе Немецкий Молочий Луначарский Он занимался Просветительской Такой деятельностью Такой работой Просвещением Как бы Но это было Ужасное просвещение Потому что Он настаивал Что христианство Это Антисемитизм И антисемитизм Это христианство И в общем-то Это ужасно Конечно Но Его поддерживали Вот эти Продажные Пасторы Но Среди Германских Католиков Ситуация была Еще Горьше Я вам говорил Уже Да Только лишь Один Официально Публично Не принял Фашистскую Идеологию Остальные Приняли Конечно Потом Выяснено Что многие Из них Потом уже Особенно В послевоенные Годы В мемуарах Писали Некоторые Католические Иерархи Что они Сами Скили в кармане Как бы Принимали Этот нацизм Как бы Значит Или приходя домой Но все-таки Как бы Отрекались Перед Богом Но Опять-таки Знаете ли Это ужасная Ситуация Если вы будете В Иерусалиме Обязательно Особенно Если вы не еврей То вам Надо Начать Обзор Иерусалима Не С тех мест Откуда вам Предлагают Эскурсоводы А выберите Номером 1 Я вам рекомендую Просто Музей Ятва Ашем Тогда вам Много по-другому Будет видеться В Иерусалиме Тогда ваши глаза Будут открыты На другой Иерусалим Который Иначе Нельзя Рассмотреть Знаете ли Иерусалим Который Еще Раненый Душу Евреи Вы сможете Увидеть Другую Не ту Которую Вам СМИ Предлагают Или Которую Навязывают Вам Окружающие Люди Вы сможете Увидеть То Что Нельзя Просто так Пощупать Потрогать В другом Месте Но в этом Музее Это можно Сделать Вы увидите Дуран Вы Вы поймете Много Очень Поймете И В музее Яд Вашем Я Особенно Был Так Сильно Тронут Именно Вот этими Стендами 20-30 Годы Германии Когда Епископы Христианских Церквей Пастыри Благоставляли Фашизм Для меня Это было Очень Серьезным Испытанием И Я просто Молился О том Чтобы Устояло Как можно Больше Братьев В последние Дни Чтобы Давид Милкерсон Видел Видение Что Когда Удерживающий Будет взят Уже Когда Будет Восхищение Произойдет То Блудница Останется Это Огромная Религиозная Система Экуменического Такого Христианства Развращенного Такого Христианства Это Тысячи Тысячи Пастырей Служителей Епископов Разных Которые Будут Созидать Этот Продолжать Этот Новый Вавилон Знаете ли Но Бог Разрушит Эту Вавилонию Чтобы Не попасться На удочку Врага Запомним Простое Правило Иисус Господь Очень Простое Правило Знаете ли Это Гениальное Правило И Никто Будет Спасение Не Дайте Лукавому Обольстить Вас Тем более Когда Дух Сюда Будет Взят И Он Будет Точечный Удар Наносить В это Время В умах Многих Христиан Будет Опустошение Отчаяние Поэтому Очень важно В этот момент Помнить Даже в самый Скорбный Час Долина Смертной Тени Важно Помнить Иисус Господь Помнить Это Не забудь Это Никогда И Знаете ли Во Флориде Там есть Центр Такой Ну это как в Украине Вот этот Крым Такой Полуостров Такой Курортный Полуостров И там Есть центр Харизматической Православной Церкви Так и называется Харизматик Ортодовщерч В самом Августине Это самый Старый город Северной Америки Его еще Испанцы Основывали Так вот На въезде В этот город Большие Те плакаты Весели Они меня Смутили Конечно Те плакаты Там написано Было Ну По английски Немного Так Как бы Я разобрал Но Мне показалось Очень глупо Напоминало Знаете что Вот это Старое Выражение Все дороги Хороши Как бы Выбирай на вкус И там Значит Было Нарисовано Такое Как бы Темное Такое место Темное И туда И там написано Бог Как бы И туда Шло много Всяких Дорог Одна из Дорожек Была подписана Христианство Там Другая Там Ислам Там Буддизм Там Кришнаизм Что то еще Какие то еще Там Религии чудные Их очень много Было Все дороги Были примерно Одинаковые Они все шли туда В эту тьму Как бы В эту И То есть Предлагалось Верить Американцам Любая дорога Это все К одному идет К одному Богу Мы приближаемся Как бы И во время Когда На въезде в город Мы остановились Возле одного плаката Значит С дороги Было не видно А когда уже остановились Было видно Что Мир не без добрых людей Что Есть еще Во Флориде Не только Бескребетные Христиане Есть и те Которые Мужественные И твердые В вере своей Христианской Оказывается До нас Кто-то там был уже И залез Не поленился наверх И подписал Ложь от сатаны А дальше написано Один путь Иисус Это можно разобрать Даже с плохим английским One way Jesus И знак воскресания Все Думаю Слава Богу Я тоже Я был расстроился Знаете Думаю Куда же Христианин Смотрит Все-таки Есть там Порядочные Верующие Еще Слава Богу Да На самом деле Один путь Иисус Христос И это Скажу так Что Если Православных И католиков Дьявол Знаете Я вот так вот Поймал На таком Многобожии Таком простом Многобожии Вот именно Молитве Допустим Богородице Святым Допустим Да Ангелам Ну это Глупо Но мы попались На На мекине Нас провели Но То протестантов Дьявол Последние Вот эти Особенно Десятилетия Достает Вот именно Либеральным Богословием Таким Знаете Бесхребетным Таким Богословием Когда Говорят Ну и то хорошо И это хорошо И все хорошо Все же к Богу идет Как бы так или иначе Все верующие И не важно Как И бесы Тоже Наши братья Они тоже веруют И тоже трепещут Как бы Все хорошо А серьезно На полном серьезе Во всемирный Совет Церквей Только вдумайтесь На правах Не наблюдателей Даже А постоянного Члена Действующего Были приняты Была принята Церковь Сатаны Так называемая Сатанисты На правах Полного члена К сожалению Даже после Принятия Сатанистов Как равных Членов Всемирного Совета Церквей Очень немногие Протестанты Покинули Зал заседания Очень немногие В основном И баптисты Все остались И пятидесятники И харизматы Многие И епископы И председатели Церквей Все остались На местах На одной Трибуне Вместе с Лавеем Патриархом Сатанистов Сатанинской церкви Только вдумайтесь Друзья Это ли Бескрепетность Слава Богу За тех Немногих Которые встали И ушли И хлопнули Дверью И написали Что больше Мы не ногой В мусульманских И к сожалению Друзья мои В истории Очень много Примеров Вот сегодня Мы Вот пример Такой хороший Положительный пример Сегодня мы С вами Можем обращаться К Слову Божьему Слава Богу За вот Технологии Цифровые Да Если раньше Мне приходилось Допустим Возить с собой Чемодан этих Книг Сегодня все В одном Компьютере Умещается Все словари Справочники Библии На разных Языках Пожалуйста Сегодня Даже не нужно Тебе Допустим Десятилетие Тратить на Изучение Глубокое Иврида Допустим Просто поставь У себя Библию На своем компьютере Не поленись Купи этот диск Библии С номерами Стронга Установись им этот диск И пожалуйста Для Особенно если ты Делишься словом В церкви Это вообще Незаменимая вещь Пожалуйста Любое выражение Иврита Можно иметь В переводе На русский язык Значит Но конечно Англоязычным христианам Больше в этом плане Повезло Потому что на английском Это Как бы Программа Она полная Плюс еще там Всякие значения Этих слов Где они употреблялись В каких ситуациях Раньше употреблялись На русском Этого нет К сожалению Так За реформацию Да Друзья И Так У нас Мало времени Опять Вот я был Да-да К Франчуку Поближе Потому что Времени мало Насчет Дело в том Что Задолго до Азуза Стоит еще Задолго до Пробуждения Начала пробуждения В Америке И Европе В Российской империи Оказывается Было Нечто подобное Удивительное событие Было Со времен Деяния апостолов И Первой церкви Нет аналога Этому событию Это было В 30-е годы 1830-е годы 19-е столетие Понимаете В Российской империи Это было в Украине Кстати Это было При Азовье От Мариуполя До Бердянска Примерно Вот в этом Пространстве Массовое крещение Духом Святым Сознамение молитвы На иных языках Это было Но почему Об этом мало известно Ну как бы По разным причинам Дело в том Что Это пробуждение Оно подавлялось Силою Оно Истреблялось Даже физически Истреблялось Сегодня потомки Вот тех Кто тогда переживал Пробуждение Это были Духоборы Малакани Значит И Другие христиане Находящиеся там В как бы В ссылке В ссылке Определенной Так вот Их потомки Сегодня в основном Проживают в Канаде И в США И Поэтому Информации об этом Очень немного На русском языке На английском Очень много информации В Калифорнии В музее В Сан-Франциско Я видел Огромную экспозицию Посвященную Как раз Именно вот этому Периоду У нас Пока ничего подобного Даже близко нет К сожалению Но Это надо Нам надо знать Эту историю Обязательно Дело в том Что Друзья Ну вы слышали Вообще О духоборах Малаканах Хотя бы Чтобы В курсе быть Нет Так Тогда можно Еще дальше Чуть в историю Давайте мы Не в 19-е столетие А в 18-е столетие Окажемся Я предлагаю Перенестись Как бы во времени Значит Где-то Давайте окажемся Где-то между Харьковым И Днепропетровским Нынешним Значит 18-й век Петр I Умер уже Его дочь Уже Елизавета Петровна Потом Значит там В общем-то Как бы Тирания опять Так вот В это время В это время Значит В селе Охочем И других селах Харьковской губернии Тогдашней Начиналось Пробуждение Был такой мужик Там Семен Уклей Силуан Колесников Силуан Колесников И два его сына Кирилл и Петр Вот Эти люди С них Как считается Началась История Духоборчества Это есть Такое Славянское выражение Духом побораем То есть Духом побеждаем Значит И духоборие Духоборчество Это считается Вот именно С тех краев Движения Так вот Силуан Колесников И два его сына Кирилл и Петр Они были Религиозными Такими людьми Сам Силуан был Он даже Имел дома Целый коностас Фактически Он ремонтировал храмы Ему дарили иконы Сам он был Человеком В меру набожным Интересовался Словом Божьим Но Священники Не давали ему Этого слова И он Продав свою корову Об этом пишут Малаканские Духоборческие вестники Сборник в Канаде Издаваемый на английском И на русском языках Так вот И Есть такая информация Что он Купил у немецких Поселенцев Тогда Ну Вольно переведенный Вариант Значит Библии Нового завета В это время Дело в том Что в это время Восемнадцатом столетии При Екатерине Там было Десятки этих колоний Немецких колоний Голландских колоний Это От Луганской области И до Ну чуть ли не до Крыма Очень много Было колоний Семьдесят четыре По-моему колонии Это города Города Многие города Вот в Днепропетровской области Допустим Были основаны именно тогда Именно немецкими колонистами Назывались только они тогда При основании По-другому конечно Там Новый Амстердам Даже был свой город Нью-Йорк В Донецкой области Потом переведенный В советское время Переделанный Как-то Новый Шахтер Как-то там Как-то еще Но было бы круто Откуда вы из Нью-Йорка С Донецкой области Да Значит Был Новый Амстердам Был Просто Йорк Там Много Было разных этих Поселений В основном немцы были Англичане были Голландцы Были Там Разные были Из Запада Они основывали колонии Хотя им запрещено было Проповедовать местному населению Но некоторые из них Таки Рисковали это делать Проповедовали И следующее Продошло Слово Божье Они распространяли На свой страх и риск Переводя его Распространяя его И вот Силуан Покаялся Читая Божье слово Есть такое Придание У духоборов Я не знаю Насколько оно правильно Но Почему бы и нет Значит Что Даже дар Грамотности Он получил Даром от Бога Моляясь Прид Богом То есть Есть даже такое Потом Но факт остается фактом Что он покаялся Читая Евангелие от Иоанна И там есть такое слово Четвертая глава 24 стих Что Бог Есть дух И поклоняющиеся Мы должны поклоняться В духе и в истине И таких поклонников Отец себя ищет И Силуану было откровение Такое Что Он неправильно Поклоняется Богу Не было проповедующего Он только читал Слово Божье Но он понял так Что он неправ Поклоняясь перед иконами В конце концов Он сделал шаг Очень серьезный Выйти из православия Но в те времена После Вообще До Елизаветы Петровны Дочери Петра За выход из православия Если ты при свидетелях Говорил Что ты хочешь Выйти из православия Стать допустим католиком Да Или там Или протестантом Тебя ждала смертная кассия За это До Елизаветы Петровны Елизавета Петровна Изменила законы Смягчила И По закону Полагалось уже 25 лет Каторжных работ А потом Вечное поселение За Уралом Значит Но ты Тебя не убивали за это Сразу По крайней мере Так вот Потом закон смягчался Было 10 лет Потом и 7 лет Было Тюрьмы Или о строга Но до самого 1917 года До начала 1917 года Когда Пришло первое В истории России Демократическое Правительство Во главе С Керенским Это уголовное Преследование Оно существовало И оно было Отменено Именно распоряжением Временного Правительства И десятки тысяч Узников Совести Были отпущены Тогда на свободу В то время Как раз Так вот И Что произошло Силуан Он не только Вышел из православия Он Публично В своем селе Сжег Свои иконы Дело в том Что в то время За это Его Все равно Казнили Потому что Это была статья О богохульстве И она каралась Прежнему И честнерной казни В то время В 18 столетии Только лишь При Александре I Она была заменена На длительные сроки Тюремного заключения И острога Значит До 19 столетия Эта Статья была Однозначно Смертная казнь Обычно Сожжение на костре Значит Или же там Еще Еще Что Так вот И Но Силуан Он не сдался властям После этого И вместе со своими сыновьями Кириллом и Петром Которых поддержали Свою папу Они ушли Неизвестно куда Будем наколить Для властей Они перешли На нелегальные Положения И с собой Из дома Взяли Самое необходимое И Вся остальная Их жизнь Это сплошное приключение В общем-то Пишут Допустим Воспоминания Следующие Ну опять-таки Это воспоминания Которые передавались Устно Потом оно записывалось Уже на территории Канады В США Потомками тех Кто Значит Уехал В 19 столетии Уже При Льве Толстом Благодаря поддержке Этого писателя Так вот И Что произошло Оказывается Там история такая длинная Я поставлюсь покороче Значит Их перевозили Христиане Допустим То в капусте Какой-то То там Еще Собрание было По ночам Обычно Где-то В последнем доме Где-то в хате Последней крайней Или же Прямо В поле Где-то Собирались Христиане Материалов Очень мало Достоверных Но Вот Как бы Опубликованные материалы Духовной консистории И жандармского управления Харьковской губернии Подтверждают Все эти предания В принципе Потому что Сохранились До наших дней Материалы Изданные В Одессе Изданные И Франчуком Частично Что В Одессе Это Одесский Духовный семинарий Баптистского Братства Значит Есть книга Решетникова Украинские баптисты Российская империя Там Есть ссылки на все это Так вот Слушайте Времени совсем нет Уже у нас Я извиняюсь Его затянул Я опять Сегодня Но Скажу вкратце Что вот эти люди Баптисты Значит Не баптисты Но Духоборы Потом молока Они были еще Это те Кто вышли из Духоборчества Они возлюбили И сказали Чистое словесное молоко Чтобы возрасти Во спасение А это движение Возникло уже Не в Украине А в России Это было в Тамбовщине Тамбовской губернии Где находилось Очень много Сынных Высланных Туда Духоборов И один из лидеров Духоборчества Там В Тамбовщине Некто Поберохин Он руководил Сетью Конспиративных Таких собраний Тайных собраний По всей Тамбовской губернии И у него была Красавица Дочка На которую Положил глаз Один православный Ну Бизнес Мя Будем так говорить Значит Это был Семен Уклейн Значит Отставной Военный Который Занимался Бизнесом Это пошив одежды Ремонт одежды Там И пошив обуви И Он Хотел Познакомиться С этой девушкой А та ему Свидание назначает В собрании Представляете Но Настолько Он полюбил Эту девушку Что пошел Даже к сектантам Собрания Думает Ну как бы Просто раз Побываю у них Значит там Ну Как бы Ради только Этой девушки Вот Но придя на собрание Он забыл Что пришел Ради девушки Потому что Отдал свое сердце Иисусу Вот Значит Каялся в грехах Своих И Так и остался В собрании Стал очень ремостным Проповедником Десятки общин Насадил он По Тамбовской Губернии Используя свой бизнес Распространял Царство У него было Много клиентов Постоянных Много было точек По всей губернии Куда он приезжал Уже Не просто По делам бизнеса А заводя разговоры О Боге О вере И многие откликались Люди Образовывались Там группы Впоследствии Уже Будучи служителем Этого тайного братства Он был Значит Он женился На этой дочери Поберохина Значит Там очень такая Романтичная история Такая очень Значит И Семенок И Семенок Лейн Он кстати Ну он герой На самом деле В своем Братстве Он был Реальным героем Он организовал Ему показалось Что мы Собираемся По всем домам Это хорошо Но Он предложил Видимо По откровению Я не знаю Такую начать Уличную евангелизацию В самом Тамбове Люди Кто поверил Кто не поверил Представляете В то время Когда этих верующих Выискивали И жандармы платили Деньги За доносы Они решили Выйти И публично Проповедовать О Христе Среди бела дня В городе Тамбове Они понимали Все братья Поддержавшие Семена Уклеина Они понимали Что это дело Очень рискованное Что вероятнее всего Они больше не увидят Своих Жен и детей Поэтому они прощались Уже со своими семьями Они понимали Что в Сибирь Пойдут сразу После этого Вероятнее всего Вот И Но они наговорились Что Когда В Тамбове Пушка Выстрелит Полдень Объявится То значит В этот момент Начать проповедовать По всему Тамбову И Они говорили Одно и то же Пока здесь Приблизилось Царство Небесное Верьте в Иисуса Христа Вот такие слова говорили Порядка сотни человек Точно мы не знаем Сколько было Там присутствовало людей Но среди арестованных Было порядка 70 человек Это точно было Минимум 70 было арестованных человек Потому что Жандармы полиции Вначале Не знали Что делать Таких предписаний Не было Понимаете То сектантов Где-то там по лесам Ищут А это они Вот так вот Публично Смело Проповедуют Хоть бы что Может быть думают Уже как бы Все Как бы Распоряжение Такое есть Как бы Дозвол Дозволение Начальства Там каялись И жандармы Там повторяли Малину покаяния Там все Как бы Все вроде Как бы нормально А когда донесли Генерал-губернатору Тот Короче Чуть не подавился Это ж Новая Пугачевщина Ну что Хватать Быстрее всех Кто кричит Кто проповедует Об Иисусе Он и как бы Не прятался Как лидер И сдался Как именно Лидер Потому что Предлагалось Всех бить Пока не выяснят Кто из зачинщиков Он сразу сказал Что он сам Является лидером Вывел братьев На проповедь И его Значит Заковали В железо В железную клетку Буквально Как в Пугачеву В сопровождении Солдат На подводе Стамбова Представьте Какой маршрут В Санкт-Петербург Солдаты Сопровождали его Как положено Как вот бунтаря Как вот именно Ну как бы зачинщика Вот как бы там Раскола там Или чего-то еще Значит там опасного Как Нового Пугачева И его поставили туда В Санкт-Петербург Ну как бы уже Как бы генерал-гумбинатор Уже место уже Для нового ордена Как бы там уже Наверное Себе приготовил Выслужился А те христиан Что проповедовали Их конечно жестоко Били Вот Дальше там Пишут Братья эти Молокани Современные Молокани Что до смерти Забивали тогда Некоторых Но в основном Всех После этого битья Многократного В остроге Тамбовском Их отправили Туда В Сибирь В Сибирь Гнали их Значит На каторгу На каторжные работы Значит И Но получилось так Что С этим Семеном Клейным Вообще была Ну чудесная история В Петербурге Его поместили В Петропавловскую крепость Значит Во внутреннюю тюрьму Такую Для особо опасных Представьте себе И Получилось Как вот В библейские времена Буквально Представляете Императрица Ни с того ни с сего Она решила послушать Вдруг на ночь Ужасники Знаете ли Чтобы ей почитали Рассказы О тех Этих Тогдашних Чикатило Что содержатся В Петропавловской крепости Значит Рассказ Ну не было фильмов Тогда Значит Да Дивиди Значит Просто Вот Царям читали С выражением С чувством Вот Значит И И она заинтересовалась Рассказом О вот этом смутьяние Семене Уклеяне Значит О нем всякий Брит был написан Правда Но И она заинтересовалась И настолько заинтересовалась Что попросила Чтобы его доставили Во дворец Чтобы лично с ним Побеседовать В присутствии Членов Сенота Сената Она имела с ним Вот этот Вот этот Диалог общения И Самое интересное Настолько Произвело впечатление Большое То что говорил Да А Бог еще говорил Тогда еще в Тамбове Что он будет проповедовать Перед царем Царицей Ну как бы Это было невозможно Но стало реальностью На самом деле И императрица Приказала его Расковать Освободить Дать сопроводительную Грамоту охрану И Препроводить В Тамбов На поселение В Тамбов Свой родной город Ограничив его В передвижении По домашним арестам Но дома И вот он уже Больной Продолжен Там уже С подорванным здоровьем Но Он последние годы жизни Дожил у себя дома В кругу семьи А не так Как говорил ему Генерал-губернатор Что Згнешь там В Петропавловке Вот еще То есть Получилось все так А тот генерал пропал Вообще И То есть Бог вмешался Вот таким образом Показал очень интересные вещи И сам Кстати Есть такое даже Предание Что якобы Екатерина Отпустив его с миром Сказала следующее Что вот нам бы побольше Таких православных Священников Вот Вот И все Потом Малаканство Конечно Уже Претерпевало Гонения Жестокие И духоборчество И молаканство И духоборье Малакани Были высылаемы На Туда В Приазовье И в Приазовье Бог совершал чудеса Значит Даже такие Экологические Грунтовые воды Поднимались Потому что Значит До того колодцы Там можно было Очень глубокий копать Когда верующие там молились Воды поднялись Было чудом большим Они смогли обрабатывать землю И Вот эти мертвые земли Стали осваиваться Именно молаканами И духоборами И теми христианами Другими Которых высылали Староверами Допустим Так вот Именно вот эти Христиане В 1830-е годы Переживали Крещение Духом Сытым Сознамение молитвы На иных языках До того До 30-х годов 19-го столетия Лишь Единицы Из этих людей Лидеры Вожди Как бы Были крещены Духом Сытым Молились на языках Про самого Симону Клеина То же самое говорили Что он молился на языках Но это непроверено То есть Точно нельзя сказать Про Колесникова То же самое говорили Неизвестно точно То есть Это все На уровне Вот как бы Ну предания Такого Но по крайней мере Известно что Вот лидеры Тех кто находился там В Приазовье Они молились на языках Но это были старцы И Эти люди Высланы туда В Приазовье Имели традицию Библейскую традицию Интересную Она вам понравилась Наверное Мне очень нравится Они решили Праздники Особенно не устраивать Они работали много Но 3 раза в году Все мужчины От 14 лет Они договорились И старше Выходили На родение Они называли это На прославление Поклонение Богу Выходили в полях И проживали По нескольку дней В полях Это было на Пасху Это было Кстати по еврейским календарю Кстати Не по православному календарю Это было Тоже вызовом Большим Серьезным Потом на Шивот На Пятидесятницу И осенью В начале осени Когда собирался урожай Они выходили тоже в поля Все мужчины Кто могли Только Все были там Присажьте себе Десятки тысяч людей Совершали собрания Такие В разных местах Вот при Азовщине Потому что Сколько там всего было людей Мы не знаем точно Пишут что до 300 тысяч человек Но мы не знаем точно То есть как бы Это Непроверенные факты Так вот Хотя есть и В пользу этого аргумента Потому что Когда выслали их Потом на Северный Кавказ Примерно столько Было мужчин как раз То есть это очень Огромное количество Извините Мужчин и женщин Взрослых именно Не детей Так вот И представьте себе Собрания Собирались в Приазовщине В Приазовском Месте Вместе Именно в десятки тысяч Мужчин И Они совершали родения По ночам Жгли костры Водили хороводы Значит Пели песни Псалмы Значит Танцевали Значит Да Эти Песни народные Всякие балалайки Были всякие Музыкальные инструменты Многие говорят Харизмат Это сегодня только родились Это все ерунда Царские жандармы Писали Что было целое У них движение Их называли прыгуны В народе Они Представляете Все собрание Тысячи людей И они прыгают Ни одного стоящего Равнодушно Все мужчины Все прыгают Их называли прыгуны Они танцевали Кружились Прыгали И поэтому Прозвали это прыгуны В народе Так что харизмата Сегодня Это уже Это старое движение Вот И Так вот И Допрыгались братья Дотанцевались Дух Святой Однажды Сошел Не предупреждая У них не было Учения Об этом Они считали Что Вот Дух Если он придет Так придет Поэтому Они ожидали Но у них не было Понимания Как это может Произойти Специально Специально молиться Об этом Вот именно С возложением Рук У них не было Понимания Но у них Было понимание Что Некоторых лидеров Бог избирает Их помазывает И Бог сам их крестит Вот таким образом Кого отметит Кого захочет И что интересно Когда они родили Вот так вместе Водили хороводы Молились На Как раз Пасху Пятидесятницу То есть Не знаю Первый раз Когда было Или так Или так Сошел Святой Дух Десятки тысяч людей Стали молиться На иных языках Десятки тысяч мужчин Потом Была еще одна волна Уже когда И женщины Которые оставались В селениях В поселениях Стали тоже Молиться на иных языках И когда мужчины Возвращались С этих родений Они увидели Своих жен Своих сестер Своих мам Своих матерей Молящихся на иных языках Это была сенсация Вообще Со времен Первой церкви Первой апостольской Это Ну беспрецедентно Вообще Это на самом деле Особое благоставение Было Но к сожалению Царские Жандармы И Официальная церковь И государство Признал это ересью Особо опасной Ересью Эти люди Сплатили очень страшную цену Скажу Очень страшную цену Многие Из них Сплатили цену В свою жизнь В жизнь Своих жен Своих детей И Тысячи Убитых Христиан Тогда Это были гонения В царской России 19-го столетия Но мы понимаем Что Если исторически Посмотреть Что Николай I Он был жестоким Гонителем На самом деле Инакомыслие Всякого Так вот И При нем Допустим Знаменитые Расстрелы На ветке Происходили Расстрелы Старопрячевского Настеления Когда Тысячи Простых Мирных Граждан Своих же Подданных Были Расстреляны Прямой наводкой Орудиями Потом были Добиваемы Штыками Орловскими Брянскими Карательными Батальонами Это Именно Зачистка Старопрячевского Настеления Которое Отказывалось Принимать Официально Православие То есть Вся вина Была Лишь в том Что они Отказались Пришли Священники Обязали Принять Православие Традиционное Им Дали Отворот Поворот Потом Священники Потом Вызвали Войска Эти Карательные Батальоны Которые Навели Чистку Просто Уничтожая Население Мирное А оставшиеся В живых Нераненых Раненых Добивали Штыками Нераненых Молодых Отдавали В монастыри Старых В эти Остроги Всевозможные В приюты И прочее В общем-то Была очень жестокая Политика Николая Первого Императора Так вот И когда Началась Бойня Там В Приазовье То конечно Было много Горя Но Армия Приехав туда На разборку Представьте себе После такого Крещения Духом Святым И слияния силы Церковь ждала Очень серьезные Испытания Тогда И этих Верующих Их выгоняли Из их домов С их поселений В общем-то Было большое Разорение Такое И выгоняли Их в поля Армия Окружила Их Мирных Этих людей И вышли Священники Харьковской Духовной Консистории Требовали Вернуться В православие И наше Смерть Было Засчитан Приказ Генералы Навели Орудия Солдаты Навели Свои Винтовки И в общем-то Готовилось Истребление Но Священники Объявили Что каждый Кто Выйдет Из круга Каждый Кто Поцелует Иконы Кресты Крест И обязуется Принять Православие Продинационное Он будет спасен И Представьте себе Из сотен Тысяч Этих людей Потому что Много было Таких Мест Куда Погоняли Верующих Из сотен Тысяч Этих людей Лишь местных Семей Вышло И поцеловало Иконы И пообещали Вернуться В традиционное Православие Им была дана Жизнь И как бы Они Вернулись В свои дома Потом В эти дома Были застелены Переселенцы С центральной России В готовые Дома На эти поля А все эти люди Они не были убиты Генералы Не отдавали Приказа Хотя Приказ был Уже Но Убить Сразу Несколько сотен Тысяч Человек Знаете Либо Одночасти Было Даже для них Для этих Карателей Было Слишком Чересчур Делали Следующее Много дней Подряд Людей Морили Голодом Жаждой В этих Под оцеплением Солдат Каждый день Значит Им угроза Смерти Была Мужчин Всех Выводили Из круга Публично Пароли Потом Снова Бросали В круг И так Много дней Подряд Много раз Подвергались Корки Люди Терпели Голод И жажду Там Женщины Дети Представьте себе Каково Матерям Видеть Жаждущих Своих детей И лишь одно Услово Вернись Православие И вам будет Сразу И вода И хлеб И вернете В свои дома Но экзекуция Продолжалась До тех пор Пока Посыльно Не достигли Снова Харькова Харьковской Консистории И генерала Губернатора Оттуда Был другой Указ Передан Туда В Приазовье С Харькова Пришел Другой указ Что всех Этих Людей Не убивать Но Пешим ходом Отправить На Северный Кавказ Началось Это можно назвать Крестный путь Украинского Российского Бездесятничества Потому что По этому пути Многие люди теряли Стариков Умирающих Вот Детей Там Описана Допустим Судьба одного Из этих Духоборов Значит Которые Потом Его Дети Его Внуки Точнее Там Уже оказались В Канаде Не в США И они писали В воспоминаниях Там Там Такие Ну Жуткие вещи Вообще Что там Из своих Десяти детей Он половину Потерял По дороге То есть Умерли люди Дети Его от голода От жажды От недосыпания И гнали Пешком Туда От болезни И Во время Этого исхода Но люди Не теряли веру Люди держались Бога Молились И Бог поддерживал И Знаете ли Тем более Их страдания Усугублялись Знаете чем еще Они же Шли не по пустыне Знаете ли Им могли бы Оказать помощь Гуманитарную Но Местные люди Не оказывали помощь Почему Потому что Священники Сделали Очень подлую работу Православную Тогдашнюю Именно в этом регионе Ростов-на-Дону Нынешняя область Допустим Донецкая область Очень сделали подлую работу Они накануне Вот этого шествия Были извещены Уже ведь И они в храме Оповещали Собирали народ И оповещали Что вот это Идет войско Сатанинское Что якобы У них там уже И рога У них там растут Уже и копыта И здесь присмотреться Как бы И вообще Нельзя ничего Не разговаривать Не помогать Ничего Больше того Было сказано Что если кто-то Поможет им Хотя бы Водой Или хлебом Он тоже Будет отлучен Уже все Сектантами Причтен Поэтому люди Страдали еще Больше Поэтому Но добравшись До Северного Кавказа Было Тайное Распоряжение Которое потом Были Спустя столетия Было Обнародовано О физическом Их там Истреблении То есть Пригнав туда Их обрекли На смерть Но не руками Солдат Российских Была Очень подна работа Такая произведена Через местных ингуши Некоторых предателей Была Пущена Такая Которых царская охранка Оплачивала Была пущена Сплетня Такая Что Это эти переселенцы Якобы В кавказские Эти села А вот эти кавказцы Будут погонять И переселять В Сибирь Но это Был обман Была ложь Но она спровоцировала Ожесточение Местного населения И Кавказцы Посовещавшись Решили Этих людей Истребить Солдаты Которые конвоировали Они ушли То есть люди безоружные На новых землях На голом месте Без жилья Без ничего Им не дали возможности Взять с собой Даже ничего Такого Для проживания Я извиняюсь Еще буквально Пять минут Еще Так вот И Там очень большая история Я В США В некоторых регионах Был в собраниях И на Лязко Особенно Там где потомки Вот этих духовборов Молоком проживают Многие материалы Которые на самом деле Но я их не мог найти Раньше вообще Когда обнаружил Я был очень сильно Удивлен вообще И Что произошло Эти кавказцы Прискакали на конях С оружием Но они не убили Никого Знаете почему? Оказывается Все это толпа людей Когда они увидели Кавказцев с оружием Они поняли Почему это То есть Они не просто Прискакали как туристы Конечно Это была смерть Вся эта толпа Они стали молиться Они стали молиться Они стали в основном Молиться на языках И знаете что? Оказывается Многим из них Бог дал молитву На языках этих народов Кавказских Они не знали О чем молились Оказывается Они такие вещи говорили Что кавказцы Они осторожны Как? Они на их языке Говорят что с ними Бог Они развернули Кони и ускакали Потом выяснилось Когда пришли старцы На другой день уже Пришли старцы Старики этих народов Для переговоров Потому что Они поняли Что слухи это одно А реальность другая Это другие люди Это не какие-то там Это с ними Бог И оказалось Что В нормальном Общении Они не понимают О чем они говорят Но когда Те на молитву становятся Они молятся Их наличие Это было Как бы Методом Таким очень серьезным Веским И что произошло Кавказцы Оказали гуманитарную Помощь И Много Десятки сел Были построены Тогда Этими переселенцами И Они получили Гуманитарную помощь От этих кавказских народов Вещи Продукты И В Грузии Азербайджане В Чечне Вот В этих странах Там Десятки сел Были построены Кстати я однажды Беседовал с одним Старым азербайджанцем Мы с ним оказались Случайно В одном купе В поезде Мы ехали по Сибири Пару суток И Мы только вдвоем В купе Но конечно Мы начали говорить О многих вещах О вере О Боге И Он рассказал Что еще молодым человеком В послевоенные годы Он был сборщиком молока И он посещал Восле Баку И посещал села Вот этих Духоборов и молокан И говорит Для меня было очень интересно Послушать Он говорил Представляете Батюшка А я в ряде Значит он говорит Что У своих собираю У мусульман И там ухо востро держи И там обманут И там что Но к ним приезжаешь К этим духоборам Честно Знаешь что Точно молоко Сказано было И не разбавляют На рынке В Баку Он жил на крайнем Баку Рыны говорит И там Духоборы молока Они стоят Допустим Деды там Продают И знаешь Что точный вес у них С детства Он знал Что точный вес у них А придешь Своим Вроде мусульманин И ты мусульманин Но Как бы Смотрят И обманывают Ну так принято Культура такая уже А у этих Другая культура Именно честность такая И понимаете Мне как христианин Было очень приятно слышать Что Вот эти люди Себя хорошо зарекомендовали И я общался С чеченцами С азербайджанцами С грузинами С очень разными людьми На эту тему И я встречал Очень много хороших свидетельств Очень интересных свидетельств Значит В США С одной грузинской семьей Познакомился Общался очень долго На эту тему Вот Их Родители Их Ну как бы Дедушки Бабушки С обеих сторон Они жили Рядом с духоборами Малаканами И очень хорошее свидетельство Слышал я не раз Слава Богу Но сегодня В основном Все духоборы Малакани проживают В США и Канаде Чаще всего Большая часть Почти все Они выехали В конце 19 столетия Благодаря Стараниям Льва Николаевича Толстого Который За роман Воскресенье Взял большой гонорар Насколько помню И самый большой Тогда В истории Российской Печати В то время И эти деньги Вложил Он арендовал На свои деньги Пароход В США До Нью-Йорка И бесплатно Оформлял документы Тысячам семей Этих духоборов Малакан-Ганимых Которых убивали В то время Очень нещадно Царское правительство Истребляло И официальная церковь И переправлял Их тысячи семей Рейсами туда В Нью-Йорк И что интересно Кстати Я был в Ясной Поляне В доме музея Илья Николаевича Толстого И там отдельный павильон Отдельная галерея Подарки Привезенные Из Канады Из США Вот Внуками Там Праправнуками Тех Кого туда перевозили Знаете ли Многие вот эти надписи Без слез нельзя читать Просто-напросто Вот те Которые вот именно Свидетельства Людей Это на самом деле Это просто Скажу Это ну Слава Богу Что Бог тогда Через этого писателя Русского Он заступился Тогда за свои детей И Они были спасены От расправы Беспощадной Наша инквизиция Православная Была не менее сурова Чем западноевропейская Да В чем-то даже Еще более суровая Извинись Мало времени Завтра хочу продолжить Друзья мои Братья и сестры Спасибо тем Кто был также в сети Сегодня Кто подключился Надеюсь Звук сегодня был получше Сегодня 59 человек В эфире Слава Богу Это хорошо И Друзья мои Но и всем вам Слушающим сегодня говорю Держитесь Господа Иисуса Христа Держитесь Бога Наступил последний день Опресников Пасха завершается Сегодня То есть Ну вот это Суббота Наступившая сейчас уже Прежде захождения солнца Это Последний день Пасхи Праздник Песоха Праздник Праздники Опресников Праздники Когда мы едим Отцу И едим Опресники И размышляем О чистоте и святости Бога И чистоте и святости Жизни человека С Богом Пусть Бог благословит В этот день Сегодня Свой шалом пошлет Субботний Свой мир Каждому из вас Я благословляю вас Дорогие друзья Завтра в 5 часов Пополудни Мы соберемся здесь Для продолжения семинара И пусть Бог Благословит вас Много что было сказано Но самое важное Друзья Если кто из присутствующих Сегодня Хочет примириться с Богом Пожалуйста Добро пожаловать В Царство Небесное Добро пожаловать В Царство Божье Не просто в Церковь Любовь Христова Не просто в какую-то другую Церковь Православную Или протестантскую Или католическую Но в Царство Божье Господь Он принимает покаяние Кающихся Давайте встанем Возлюбленные И помолимся Если кто из присутствующих Хочет покаяться Именно вы можете Выйти вперед Можете выйти вперед Или же Те кто молятся Впервые Такой молитвой И вы хотели бы Покаяться впервые Вы выйдете вперед Или же Уже не в первый раз Но вы хотели бы Сегодня покаяться Вернуться К Своему Небесному Отцу Восстановиться Тоже можете выйти На эту молитву Покаяния сейчас И Также Ревнуть о рах духовных О крещении духовном Вы сегодня слышали Кое-что, да? Некоторые батюшки Мне говорят Когда О, это американская вера 50 Каким мы знаем Я говорю Господа Еще задолго До Азуза стрит Задолго До 20-го столетия У нас это было Просто у нас Это оказалось Невостребованным И больше того Мы ополчились Против этого Но горе тому народу И горе той стране Которая на Добро говорит Это зло А на зло Это добро Которая на оккультизм Религиозный говорит Это вера христианская А на реального Духа Святого говорит Это действие дьявола Что мы пожали? Коммунизм пожали Немцы хулеили Духа Святого На таком уровне Невысоком Что они пожали? Фашизм Америка почему Всплеск получила Новую порцию благоставения Благоставение на благоставение Почему? Потому что Свобода позволила Духу Святому Действовать беспрепятственно Да, были газетчики Которые злопыхатели Всевозможные писали Всякие писаки Их много И сейчас И так далее Но Друзья мои Очень сильно Важно нам сегодня Держаться за Бога И ревновать От Духа Святого Мне очень жалко Тех христиан Которые еще закрыты От Духа Святого Я был Среди таких христиан Я тоже был закрытым От Духа Святого Почему? Потому что моя динаминация Это не признает Ну в целом Русский православный церковь Диагрос Не признает Духа Святого Именно вот так вот Реально Считается Считается Вы помазали миром И все Уже Дар Духа Святого Есть Это глупость вообще Замените реальное переживание Реального Духа Святого На помазание маслом Это так пошло Это так низко Неужели Сегодня не хватит У нас сил Реальный Дух Святой Дух Господень Приди Мы хотим жить с тобой Мы хотим жить с тобой Не просто помазаться маслом от тебя Мы хотим действительно жить Знать тебя Переживать тебя В своей жизни Не просто внешне быть помазанным А быть действительно помазанным Духом Святым твоим Силой твоей Продолжение следует...